По итогам прошедших выходных касса очередного боевика «Не время умирать» пополнилось на 25 миллионов долларов США. Всего 25-й фильм о Джеймсе Бонде заработал 734 миллиона долларов США, что делает его самой кассовой голливудской кинокартиной с начала пандемии. На иностранных зрителей приходится около 79% общего заработка. Большую часть прибыли принесли британские зрители, которые увеличили общую кассу на 128 миллионов долларов США. За все время показа блокбастер обновил рекорды сборов на 36 кинорынках. В России, Гонконге, Украине, Колумбии и нескольких других странах картина Кэрри Дзези Фукунаги – самый кассовый фильм о Бонде за всю историю. Красная икра в России подорожала до исторического максимума. В октябре 2021 года средняя цена этого продукта в рознице впервые превысила отметку 5000 рублей за 1 килограмм, следует из данных Ростата. До такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра, согласно подсчетам Ростата, подорожала в 7,4 раза, в октябре 2001 килограмм стоил в рознице 675 рублей. Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове, Харьковская область Украины. В двухмесячном возрасте попала в детдом. Потом выбрала себе фамилию Русланова в честь известной певицы Лидии Руслановой. В 80-е годы была актрисой Московского академического театра имени Маяковского. Народная артистка Российской Федерации. За свою жизнь Русланова снялась в более чем 170 фильмах, среди которых «Небеса обетованная» Ильдара Рязанова, «Собачье сердце» Владимира Бортко, «Афония» Георгия Данелии. Завтра была война Юрия Кары. В Москве горит хостел на территории промзоны. Спасено 9 человек. Пожар происходит на первом этаже дома 32, корпус 8 по Волгоградскому проспекту. Предварительно, площадь огня не менее 100 квадратных метров. Ранг пожара, повышенный. Предварительно, при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте, есть один пострадавший. 15 человек удалось спасти. В трехэтажном кирпичном здании на момент начала пожара находилось 120 человек. Площадь возгорания – 120 квадратов. Из-за огня в столице перекрыто движение по Новоостаповской улице. На месте работают оперативные службы города. На месте работают оперативные службы города. В городе, в городе, в городе, в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...